Снежные завалы, пробки и оранжевый уровень опасности. Беларусь во власти непогоды. Только за три часа в столице выплат 20% от месячной нормы осадков. Мелкие аварии по всему городу спровоцировали возникновение серьезных заторов. Сплеск ДТП было на кольцевой. Несколько машин съехало в кювет. Коммунальные службы начали работу с самого утра и продолжат до позднего вечера. На уборку снега выпущены все силы. Все улицы обработали специальными реагентами. В ночь у нас работало 250 единиц техники. Это относительно много-немного. Но вывоза практически не было снега, поэтому это было предостаточно. В день у нас это уже идет усиленно и с вывозом снега. Более 400 техники. В день уже 750 человек работает уборщиков на уборке от снега. Соли и ПСС высыпано только за утро. Это 300 тонн соли и чуть более 300 кубов ПСС. Сотрудники госавтоинспекции просят граждан учитывать погодные условия, увеличить дистанцию и не совершать резких маневров. А неопытным водителям лучше и вовсе отказаться от поезда к наличным авто, отдав предпочтение общественному транспорту. Снегопады, пусть и не такие сильные, как в Минске, прошли по всей стране. Так, в Гродно высота снежного покрова в некоторых местах превышает 5 сантиметров. Правда, коммунальщики оперативно приступили к уборке улиц. Работают несколько десятков единиц техники. Центральные магистрали уже очищены, сейчас убирают дворы. Ну, я считаю, что справились нормальные коммунальники. Так, дальше пусть продолжают чистить наши дороги. Движению не мешало. Снег не прокрашался с двух часов, поэтому техника работала отлично. Поэтому коммунальные службы сработали, в принципе, вот оно видно сразу. Если бы мы не работали ночью, то тут завал бы выполнен. Между тем, по прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега в Беларуси сохранятся и в ближайшие дни.